Герб убрать нельзя оставить. Об этом все лето спорили общественники. Что делать с конем в верхней части герба Барнаула, который некогда обозначал принадлежность города к Томской губернии? И как вообще должен выглядеть современный символ краевой столицы? Обсуждали достаточно бурно. Геральдическая комиссия России не приняла наш герб еще и в 90-е годы. И еще в 1996 году вставал вопрос о том, чтобы принять соответствующий нужным канонам геральдическим правильный герб. Но это не было проведено в жизни. И сегодня снова встал этот вопрос. Спустя месяц дискуссия общественная комиссия при мэрии Барнаула все же выбрала итоговый вариант. С центральной части конь по закону Геральдики действительно исчез. Но вместо него появились целых две лошади с золотыми копытами. Отныне они станут щитодержателями. Среди горных пород, стоящая на зеленой земле, серебряная дымящая плавильная печь. Мы ушли от термина доминная печь, которая использовалась. Потому что доминная печь использовалась при производстве чугуна в Алтайском крае. Почему взяты кони? Ну это как символ того, что мы все-таки принадлежали Томской губернии. Кроме того, герб будет еще и в трех вариантах. Малый, то есть просто французский щит. Средний с лавровым венком, обозначающий статус административного центра. И парадный. К слову, новый герб, по словам чиновников, не станет поводом уничтожить старый со зданий и бумаг. Мы с вами видим до сих пор на многих наших зданиях изображение герба Советского Союза, где-то РСФСР. Это же тоже правда. И здесь никто ничего и не будет этого делать. Мы же говорим об официальном использовании уже вновь утвержденных символов. Постепенно эти печати заменятся, связанные с износом и так дальше. Однако история с гербом еще не закончена. Новый официальный символ города еще пройдет обсуждение в общественной палате. А затем его должны будут принять депутаты городской думы. Анара Шагирова. День с толком. А щит обержания.